Кстати говоря, санкции. Ну, вы видели, наверное, я выпустил отдельный ролик на эту тему на своем канале. И сейчас мы можем немножко более расширенно об этом поговорить. На самом деле, это, наверное, самая крутая новость за ту неделю, да и вообще за последнее время. Это действительно очень крутая новость. Я искренне, реально порадовался этому. То, что произошло, это невозможно переоценить. Эти санкции, они реально очень серьезно ударили и ударят по Кадырову и его окружению. И в том числе и даже на кремлевского товарища. Там тоже люди, которые получают откаты от Кадырова, они тоже сейчас очень сильно пострадают. Надо понимать, что американские санкции, это не то, что тебе просто запретили въезд в Америку и ты такой, ну я все равно туда не езжу, типа ну и ок. Нет. Вся финансовая мировая система завязана на Америку. Америка диктует финансовые правила в этом мире. И не даром же все международные расчеты производятся в валюте США. Просто задумайтесь об этом. Почему Китай торгует с Россией за американскую валюту? Это ведь о чем-то говорит. Поэтому эти санкции, это на самом деле очень серьезный удар. И когда человек попадает под эти санкции, это говорит о том, что человек или организация, не важно. Это говорит о том, что он внесен в список людей, как будто бы тебя внесли бы в список особо опасных людей. Вот представьте, что вы, допустим, живете в каком-то государстве, и это государство вдруг вносит вас в список опасных людей. После этого, после того, как вас в этот список внесли, на вас налагаются определенные ограничения. Вы либо должны ежедневно отмечаться в полиции, вы не можете работать, у вас лишают права работы, вас лишают всевозможных каких-то льгот, документов. Вас лишают возможности открывать счета в банках. То есть, вы моментально, вся ваша жизнь просто рушится. Но это касается не только вас, но и всех тех людей, которые так или иначе с вами взаимодействуют. Особенно, если они вступают с вами в какие-то финансовые сделки. И если с таким человеком, например, вы заключаете какой-то договор, купли-продажи и так далее, то на вас тоже налагаются эти же ограничения. В отношении вас начинается какое-то разбирательство. И вот именно это произошло сейчас с этими организациями и лицами, которые попали в этот список санкций. А организации, попавшие, это очень крупные организации и это очень важные для Кадырова организации. Футбольный клуб Ахмат Грозный, бывший Терек, просто вдумайтесь в это. Он попадает под санкции и, соответственно, все организации или люди, которые будут как-то взаимодействовать финансово с этим клубом, они тоже будут преследоваться. И преследование это будет уголовным со стороны США. Да, вы понимаете, не просто там административные, не просто какие-то символические меры, а уголовное преследование. За это они могут выдать даже ордер на ваше задержание где-нибудь в мире по линии Интерпола. Вас экстрадируют в США и будут судить. Представляете, насколько это как бы серьезные вещи. И в этом клубе футбольном, там ведь играют не только граждане России, там есть граждане других стран. Соответственно, они теперь тоже попадают под эти санкции, им придется либо расставлять контракты, либо как-то рисковать своей свободой. Далее, этот бойцовский клуб Ахмат ММА и эта лига ACA, Абсолют Чемпионшип Ахмат. Вот представьте себе, в чем вообще разница. Есть бойцы, которые состоят в Ахмат ММА, но при этом у них есть контракты с UFC. Это несколько там человек, да, когда это девочка, по-моему, с Грузии, гражданка Грузии. И какой-то еще там чувак, из Дагестана какой-то чувак. Они являются, то есть у них контракты с этим бойцовским клубом Ахмат ММА. Они как будто бы их бойцы. Но при этом имеют контракты с UFC, там выступают. Но выступая в UFC, они представляют этот клуб Ахмат. Они могут забыть о своих выступлениях в UFC. Либо им придется прервать контракты с Ахмат, либо им придется забыть о UFC. Они сейчас станут перед выбором. Далее, обратная тема. ACA это лига, такая же как UFC. То есть, в этой лиге в UFC выступают не только бойцы Ахмата. То есть, есть Ахмат ММА, бойцы Ахмат ММА выступают в ACA. Но также в этом ACA могут выступать и не бойцы из Ахмата ММА. И вот в этом ACA выступает там один гражданин Америки, например, я забыл как его имя. Потом еще там какой-то тип, какие-то другие люди, не состоящие в Ахмат ММА. Эти люди тоже могут забыть о том, чтобы выступать в ACA. Либо они будут выступать, но будут преследуемы. То есть, эти организации столкнулись с очень серьезными ограничениями и проблемами. Далее, фонд Кадырова и дочернее предприятие фонда Кадырова. Это Мегастройинвест. Строительная компания. Кстати, о ней мы чуть позже еще ее упомянем. И Чеченские минеральные воды. Это завод, который производит эту воду Северноводская и еще какие-то там воды. Они тоже попали под действие этих санкций. Но с ними, им, конечно, помогут. В плане, они все-таки находятся в России. Это важные для России компании. Там крутятся очень огромные деньги. Другие, они что-нибудь придумывают, другие создадут какие-нибудь подставные юридические лица. В общем, будут как-то ухищряться. Но в целом проблемы, конечно, у них тоже возникли. Потом отдельные лица. Мы их перечисляли, эти лица. Там есть те, которых, в принципе, это не сильно коснется. Как, например, этот Лахид Усмаев. И другие какие-то кадыровские приближенные, которые находятся в Чечне. И являются какими-нибудь кадыров. Ну, такими же, как кадыров. Типами, да. И интеллектуально, и в принципе. Для них это, конечно, меньшая проблема. Потому что, ну, вряд ли у них есть какие-то международные контракты. Или, навряд ли у них есть какие-то международные счета. Я сомневаюсь, что Лахид Усмаев является обладателем каких-нибудь акций на Нью-Йоркской бирже. И так далее. Но это вряд ли. Он, даже если имеет банковский счет, он будет иметь его в Российском банке. Какие-то международные переводы вряд ли он будет делать. Поэтому, в целом, его это, конечно, меньше волнует. И какие-то путешествия международные, там, туристические тоже навряд ли он совершает. Но, есть в этом списке человек, для которого эта проблема очень серьезная. И это Дугазаев. Тимур Дугазаев, представитель кадырова в Европе, в Германии. Для него это очень серьезная проблема. Потому что он является гражданином Германии. Весь его бизнес, его жизнь, все завязано на Германии. И мы знаем, что у него есть бизнес. Это, по-моему, охранное какое-то, частное охранное предприятие. Они, ну, типа security. Соответственно, он может забыть о том, чтобы вести какую-либо деятельность. Теперь от своего имени точно он никак вести не будет. Все сделки, которые будут касаться как-то его, и вовлеченность в эту сделку в 50% будет преследоваться. Если кто-то захочет с ним иметь дело, и это дело будет хотя бы 50% финансовое участие в этой сделке, все, этот человек будет преследоваться по законам США. Поэтому этого товарища сейчас коснулась очень серьезная проблема сейчас. После этой новости я наблюдал за его Инстаграмом. Обычно он очень активно ведет Инстаграм. В ленту он там раз в неделю что-то выкладывает, типа поздравления или какие-нибудь события, просто репостит. Кадыровский. Но он очень часто бомбил сторисы. И сейчас он поймал тишину. У человека, видимо, депресняк. У него, ну, реальные проблемы. Он сейчас думает, как с этим быть. Но в этой теме самое приятное это то, что сама по себе должность представителя Кадырова, и вообще какая-либо аффилированность с Кадыровым в странах Европы, теперь, наконец-таки, стала чреватой проблемами. И, конечно, к сожалению, эти проблемы создала не Европа, не та страна, которая должна была это создать. Это Германия, в первую очередь. Я делал расследование по этому человеку. Я показывал немецким правоохранительным органам, немецкой власти, показывал, что этот человек сдался под вымышленными данными. Ну, не вымышленными, а подставными. То есть, человек реально существует такой, но он выдал себя за другого человека, за своего брата. На эти данные он получил убежище, получил гражданство. Я даже перевел, да, мы с Вайфондом провели совместно эту работу, перевели этот ролик на немецкий язык, уведомили об этом немецкие власти, и тишина, ничего не происходило. Я не знаю, может, они до сих пор там разбираются, но как бы там ни было, та страна, которая должна была, в первую очередь, пресечь это, я уже не говорю о какой-то там просто аффилированной сискатыровом, которая, в принципе, должна быть предметом расследования в европейской стране, в любой цивилизованной стране. Мало того, что на это открыто, откровенно закрывались глаза немецкими властями, да и вообще европейскими, в принципе. Но даже вот на явное уголовное преступление, где человек выдал себя за другого, даже на это как-то не обращалось внимания, Дугазаев, в принципе, комфортно себя чувствовал. И вот, наконец-то, проблемы пришли, и пришли они из-за океана, из Соединенных Штатов Америки. Это, ну, это приятно. Конечно, мы были бы больше обрадованы, если бы этими вопросами заняли бы здесь, в первую очередь, в европейских странах. Но, увы, имеем то, что имеем. Но как бы там ни было, сейчас эта должность, и вообще какая-либо аффилированность с Кадыровым, здесь, в Европе, стала непривлекательной. Теперь, вот теперь пусть попробуют. Пусть теперь вот эти желающие быть представителями Кадырова в Европе, пусть заявят о себе. Также недавно была, помните, новость о том, что Кадыров собирается какую-то создавать здесь организацию. Как они это назвали, я сейчас забыл. Ну, типа, это будет некая общественная организация, которая будет аффилирована с чеченскими властями, с Кадыровскими, и она будет помогать чеченцам в Европе, которые попали в какую-то трудную ситуацию. Так об этом нам говорил Кадыровский министр печати информации Ахмед Дудаев. Вот теперь пусть создадут. Я хочу посмотреть на тех желающих, которые здесь заявят о своем желании участвовать в этой организации и как-то принимать в этом какое-либо участие. Я хочу посмотреть на этих людей. Наконец-то это стало проблемой для живущих в Европе чеченцев. Наконец-таки стала проблемой снимать фильмы, как-то обеляющие их, воспаляющие Кадырова. Сейчас я посмотрю, как они будут сниматься в подобных фильмах. В общем, привет Дугазаеву и всем его дружкам. Они сейчас тоже будут под пристальным вниманием. Я думаю, что они тоже сейчас напряглись.